Летом 2017 возобновил работу только уже в статусе государственного предприятия Донбасс Либерти. Сначала удалось запустить мебельное производство, спустя месяц метизное, а затем и труба электросварочная. Сегодня предприятие работает в штатном режиме. Планируется расширение ассортимента и снижение стоимости единицы готовой продукции. Вчера Донбасс Либерти с рабочим визитом посетил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин. Сегодня на Донбасс Либерти работает 75 человек, которые трудятся над изготовлением мебели из трубы собственного производства, матрасов и проволоки любого диаметра. В ходе рабочего визита исполняющий обязанности министра промышленности и торговли ДНР Сергей Ильин ознакомился с основной деятельностью предприятия и обозначил перспективы его развития. Цель визита – ознакомиться с предприятием Донбасс Либерти, потому что уникальное предприятие, которое мы сегодня посетили. Оно известно не только в пределах республики, но и за рубежом. Это предприятие полного производственного цикла. Работает здесь трубосварочное производство, которое представлено двумя трубосварочными станами, которые позволяют выпускать порядка тысячи тонн продукции. К сожалению, пока сейчас загрузка по трубосварочному производству не полная, но перспективы в этом направлении уже прорабатываются. Кроме того, на полную мощность задействовано метизное производство. Это холоднокатанная проволока, проволока с термической обработкой. Она очень пользуется спросом строительной отрасли и с удовольствием эту продукцию берут Россия, Ростовская область, Краснодарский край. То есть, в общем-то, за последний месяц порядка, можно сказать, вдвое увеличен выпуск этой проволоки. 220 тонн уже выпускают в месяц и планируется на перспективу дальнейший рост. Помимо этого, глава профильного ведомства подчеркнул, что такая положительная динамика развития позволит вскоре увеличить штат сотрудников «Донбасс-Либерти» до 125 человек и повысить среднюю зарплату на предприятии. Тем более, что ожидается перспективный заказ от крымских санаториев на поставку матрасов. Большие резервы у предприятия есть и по мебельной продукции. То есть, они сейчас выпускают от кровати до тумбочек и матрасов собственного производства. По матрасам большие перспективы есть по Крыму. То есть, сейчас сезон в Крыму закончился и будут санатории, профилактория все переоборудоваться. В ноябре-декабре месяц планируется прирост производства матрасов. Сейчас будут вестись переговоры. Я думаю, что до конца года будет уже поставка матрасов в Крым. В настоящий момент порядка 300 матрасов они производят. В перспективе мощности позволяют в 10 раз увеличить. На сегодняшний день практически 40% продукции предприятия экспортируется в Россию. А вот металлическая мебель преимущественно реализуется учреждениям, организациям, социальной и коммунальной сферы республики. Потребители на сегодняшний день внутри республики – это госучреждения. Экспорт – это строительные организации, металлотрейдеры, все, что связано с нашим производством. Ассортимент продукции, которая отправляется на экспорт. Самый большой объем на сегодняшний день занимает проволока. Прорабатываются направления экспорта сварной трубы из холоднокатленного листа. Все, что касается мебели, основной наш покупатель – это госучреждения. Ассортимент редактируем под потребности рынка. Также Илья Макеенко отметил, что сегодня сотрудники предприятия работают над новым ассортиментом продукции.